Смотрите, вот мы с вами говорили про Solid как о таком принципе правильного ООП-дизайна, который исключительно конвенциален. И на прошлом занятии говорили про принцип S как принцип единственной ответственности, то есть по-хорошему объект должен уметь делать одну вещь и делать это хорошо. И про принцип открытости-закрытости, то есть принцип, который говорит о том, что классы должны быть закрыты для модификации, чтобы, не дай бог, ту часть, которую мы хорошо написали, хорошо отладили, не нарушить. И открыты для расширения, то есть ту функциональность, которую мы добавляем в нашу программу, мы оборачиваем вокруг уже существующей функциональности. Ну, способа оборачивания, как вы понимаете, может быть два, мы об этом говорили на первой лекции, это собственно наследование и собственно агрегация одного объекта в другой. То есть вы написали какой-то код, дальше создали объект-обертку, и вот у вас объект, который вы обернули внутрь более большого объекта, замечательно живет, функционирует. Вот, тут, наверное, нужно сказать некоторые дополнительные слова относительно того, что фактически, фактически, что это влечет за собой. Вот, в случае наследования все, в принципе, более-менее понятно. У вас, вот у меня слева нарисовано наследование, был какой-то старый класс, в нем были код, данные, вы создаете по нему объекты, можете работать как со старым классом. Если вы добавляете какую-то новую функциональность, то она по существу содержится в новых данных, в новом коде. И вот вы как бы расширяете код и расширяете данные. Ну, при этом у вас, с учетом того, что вот такое расширение, оно также может обладать полиморфизмом, да, то есть в зависимости от того, работаете ли вы с экземпляром, там, вот, работаете ли вы с экземпляром класса наследника, и хотите по какой-то причине менять его поведение в смысле того, что, ну, в общем, в зависимости от контекста у вас должен дергаться какой-то метод с базового класса, либо какой-то метод с класса наследника. Вот, ну, собственно, вот в этом и заключается полиморфность при наследовании. А метод называется ровно так же, как и в базовом классе, и обладает той же сигнатурой. То есть, по существу, здесь мы говорим о том, что у нас волняются условия неизменности интерфейсов, да, вот. С агрегированием тут немножко поинтересней в том смысле, что по существу, по существу, в случае агрегирования, вот смотрите, есть у нас, например, какая-то простая система, да, еще одна простая система, еще одна простая система. Мы эти три системы как-то объединяем в более сложную. Вот то, что нарисовано справа. Скорее всего, это объединение не случайно, и то, что мы их объединили, что-то, да, значит. Иными словами, если мы будем напрямую взаимодействовать с каждой из подсистем, не учитывая каких-то внешних интерфейсов, которые мы добавили с учетом того, что это уже составная система из трех подсистем, мы получим, наверное, что-то нехорошее. Поэтому агрегирование влечет за собой то, что у нас появляется энное количество интерфейсов внешних к вот этому классу агрегату, и мы взаимодействуем с внутренними объектами только через эти внешние интерфейсы. Потому что если мы полезем наружу, ой, полезем вовнутрь, скорее всего, мы что-то нарушим. Так. Замечательно. С этим принципом тоже все ясно, да? Хорошо. Давайте пойдем дальше. Здесь мы давайте прервем наше обсуждение принципов солид. Вот. До сей поры мы говорили про ООП, как-то вот аппроксимируя человеческие знания сверху. То есть у нас были такие там сложные понятия, как там абстракция, полиморфизм, инкапсуляция. При этом мы считали, что мы вроде как начали программировать на C++ и можем вот в соответствии с нашими навыками, как-то вот эти вот, учитывая эти понятия, просто переносить предметную область в код. Да? Но давайте так, чтобы нам было легче, чтобы было нам проще, лучше, веселее, посмотрим на ООП со стороны разработчиков на C, разработчиков на ассемблере и вообще людей, которые задаются вопросом, а что же лежало под реализацией ООП в C++, ну, по крайней мере, в тот момент, когда это дело начали разрабатывать. Так, то есть у нас есть, здесь будет небольшая подтема, некоторые технические особенности ООП на C++. Скажите, пожалуйста, вот в чем принципиальное отличие языков там C, C++ от, ну, будем это называть, других языков, ну, в особенности ООП языков типа Java? Да, да, совершенно верно. То есть в Java, как вы знаете, у вас есть байт-код, который исполняется в рамках виртуальной машины JVM. К чему это приводит? К тому, что у вас появляется еще один слой абстракции между аппаратным обеспечением. Виртуальная машина, которая транслирует ваш байт-код уже непосредственно в то, что исполняется на железе. К чему это приводит? Многие вопросы и многие моменты становятся тяжелее контролировать, существенно тяжелее контролировать, в отличие от того же языка C, который часто называют портабельным ассемблером. Почему его так называют? Да. Да, совершенно верно. То есть вот ровным счетом здесь это и нарисовано. А он, наверное, семинарист об этом рассказывал, мне кажется, нет? Давно на первом курсе. Давно на первом курсе. Ну, совершенно верно. Вот есть у нас структура, да, и что такое указатель на структуру? Это адрес, с которого данная структура начинается. По существу. Указатель будет хранить адрес, с которого эта структура начинается. У структуры есть поле. Поле. Но если вы знаете адрес начала структуры, то поле у вас лежит по какому-то константному оффсету относительно начала структуры. И самое важное, этот константный оффсет вычисляется во время компиляции. Это принципиально почему? Потому что если вы захотите в своем коде, вот как я, обратиться к полю структуры, и, например, вот как я инкрементировал единичку, да, то если вы переведете этот кусочек кода на ассемблер, вот здесь у меня сверху такой псевдокод, да, то есть я вычисляю адрес того, над чем мне нужно провести операцию, как адрес, начало структуры плюс это смещение, которое я уже знаю, это очень быстро, да. А дальше, ну, у меня такой риск ассемблер, армовый, можно сказать, да. Я беру адрес, загружаю. Так, сейчас, сейчас, СП. Ну, ладно, будем считать, что это такой псевдоассемблер, вот. Потому что я не совсем понимаю, зачем там нужен регистр СП, ну, ладно. В общем, беру адрес. Да, 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 да. Ну, видимо, у меня такая странная машина, в которой стек лежит в отдельном сегменте виртуальной памяти. И адресация там начинается с ноля. Вот такая странная машина с изоляцией сегментов. Ну, вспоминаем прошлый семестр, да? Не суть. Суть в том, что мы можем загрузить себе поле А на регистр, проинкрементировать его и выдать обратно в память. При этом адрес у нас известен уже во время компиляции. Offset, вернее, известен во время компиляции, а сложить два числа – это очень быстро. В результате мы приходим к тому, что язык А, как вы говорите, близок к ассемблеру, да? Потому что гарантирует нам то, что вот как мы в структуре объявили, так оно и будет лежать. И Б, фактически вот такое статическое вычисление смещений позволяет нам, нашему языку, быть достаточно быстрым в плане рантайма. Да? То есть никаких сложных преобразований. Просто прибавили уже известный offset и все. Так, это всем понятно? Отлично. Вот в чем замечательная разница C, да и C++ по сравнению с той же явой. Ну и хорошо. Хорошо. А теперь давайте считать, что у нас есть C. Мы знаем это замечательное свойство. И как бы мы реализовали на C элементы C++? Ну, во-первых, что мы знаем про C++? Вот ключевым понятием, которое есть в C, является структура, верно? Ну, по существу, вот все вот это процедурное программирование там с вызовами функций, с ветвлением и так далее, оно существовало и до C. C это наследовал. Но вот идея именно структурного программирования наиболее ярко развелась в C, да? У C++ есть классы. Ну, или структура и класс. Здесь это одно и то же, с точностью до того, как определяются модификаторы доступа. Ну, хорошо. И вот есть, допустим, у нас какой-нибудь класс А. И есть у него некоторое поле А. Мы говорим, да по существу-то то же самое. То есть, что здесь у нас как-то это расположено в памяти, так что мы, если это не... Ну, ладно, про методы чуть позже. Вот есть просто поле, ну и по существу обращение к полю А это то же самое, что обращение по указателю ЗИС. Вот у нас здесь лежит поле А. А вот указатель ЗИС на объект, который создан по классу А как описателю этого объекта. Да? Да. Вот, то есть обращение к А это то же самое, что если бы мы взяли указатель на структурку. Ну, допустим, у меня есть вот эта структурка Б. Б, Б. А дальше обратились бы к полю А. Ну, или если у меня есть какой-нибудь поинтер, да, я вот просто обратился вот так вот к А. Хорошо. То есть никакой магии. И вот это смещение, если это не особый случай, известно уже во время компиляции. Замечательно? Замечательно. Идем дальше. Есть у нас метод. Метод. F. Есть у нас метод F. Внутри класса. Чем эта ситуация отличается? Да по существу ничем. ЗИС. Ф. Ну, прекрасно, скажете вы. А как же мы... Во-первых, есть у нас два класса. Класс какой-нибудь С и класс Д. Вот это имя, оно ведь, ну... Ну, можно сказать, что если это, опять же, не виртуальная функция, да, то с точностью до манглинга имен вроде как понятно, что... Ну, вот если вы, грубо говоря, для объекта класса С позовете F и для объекта класса D позовете F, то это суть две разные F, которые вот здесь вызываются для C, а здесь для D. Отлично. Что... За счет чего? За счет чего мы можем вызвать для C свою F, а для D свою F? Где и предложение? Как это реализовать? У вас, наверное, были плюсы на C, да, если я не ошибаюсь? Там, можно сказать, что вы не реализовывали. Не реализовывали, да? Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть, смотрите, если у меня есть функция с двумя аргументами, int A, ну давайте это F2 будет функция, int B, то мы что с вами делаем? Мы с вами расширяем... Давайте я вот так вот напишу. aPointerThis, int A, int B. То есть, мы первым аргументом функцию кладем указатель на объект нашего класса. Так? Так. Хорошо. И как мы теперь можем эти функции различать? А этот тип правильно? Вот по типу указателя на ZYS мы их и различаем. То есть, никакой магии. Все понятно, все вроде как хорошо. Так? Вот. Ну, то есть, вот такая вот простая идея позволяет нам... По крайней мере, вот эта идея плюс манглинг позволяет нам реализовать статический полиморфизм. Так, теперь, как создаются классы, как создаются струк... О, у меня, кстати, есть это на слайдах, смотрите. Как создать класс, как создать структуру. Создать, вернее, давайте говорить инициализировать. Вот как мы инициализировали структуру до C99, это была в некотором смысле тяжелая задача, потому что у структуры было много полей, и нас заставляли вот в таких вот фигурных скобочках писать все параметры последовательно, не нарушая порядка. Не дай бог там ошибиться. Начиная с C99 позволили вводить вот следующим образом, через следующий синтаксис, именование полей, которые мы инициализируем, при этом их можно переставлять, то есть стало немножко легче, да? Но мы писали некую вот такую вот конструкцию для того, чтобы проинициализировать структуру. Так, а для того, чтобы проинициализировать класс, вот здесь C++ делает принципиально новый шаг. Он говорит, давайте у нас для инициализации классов будет специальный метод, точнее специальный набор методов, и для уничтожения классов у нас опять же будет специальный метод деструктор, ну и, соответственно, конструктор для создания. Хорошо, замечательно. То есть можно представить, что если вы зовете, да, при этом конструктор и деструктор могут быть вызваны неявно, да? То есть вот у нас есть какая-то область видимости. В принципе, рантайм может, отследив область видимости, позвать разрушение объекта по выходу из этой области. Сам разработчик этим не занимается. Ну, только если разработчик сам, конечно же, не захочет, да? Вот. А, допустим, здесь где-то у нас создается экземпляр класса. Что же происходит? Выделяют память. Вот экземпляр данного класса. Да. Собственно, получают указатель на начало. Причем это все выполняется прозрачно для вас, вы этого не видите. Вот. Разработчики языка об этом позаботились. Неострыки выделяются. Ну, если вы... В облике выделяете? Да. Да, да, да. Я к тому, что все, что вас должно интересовать, по существу, это адрес начала. Вот как разработчика именно. Да. То есть запускается специальная техническая процедура. Такой вот, можно сказать, некоторый служебный конструктор, опять же, который вы не видите. Зачем? Ну, элементарно для того, чтобы, если у вас есть виртуальные функции, создать указатель на VPTR. На прошлом занятии говорили про виртуальные функции. Так говорили? Вроде говорили. Вот, хорошо. Когда он отрабатывает, запускается ваш конструктор, который создает вот здесь объект. Причем, вот в таком случае, явно вы его не вызываете. Да? Ну, еще, прежде всего, вы можете, конечно же, попросить себе создать объект динамически. Да? Я думаю, это тоже всем ясно. Ну, вот, вы там, new A. А звездочка там A равняется new A. Только в этом случае вы говорите о том, что вы сами обязуетесь этот объект разрушить. То есть, вы управление жизнью объекта, как бы, берете уже на откуп себе. Вот. То есть, в этом случае вы вызываете delete и стартует деструктор. Так, замечательно. А чем этот способ плох? Давайте подумаем. У нас есть гарантии, что мы создадим объект? Вот не совсем. Самый тривиальный случай. Вы создаете объект файл, который является оберткой, ну, например, какого-нибудь файл-звездочка, по которому вы можете обращаться к файлу на системе. У вас нет гарантии, что файл существует. То есть, попытка открыть файл может завершиться неудачей. Ну, вот. И вы, понимаете, когда вы живете здесь и создаете, вот у вас есть какой-нибудь объект файл, когда вы работаете с ним где-то ниже, а у вас нет гарантии, что файл создастся, это очень плохо. Почему? Ну, элементарно, потому что... Так, про эксепшены мы ведь еще не знаем, да? Вот, да. Формально про эксепшены не знаем. Поэтому, смотрите, в общем-то, плохо надеяться, что мы можем работать с объектом, когда у нас нет гарантии, что он создастся, и мы это нигде не проверяем. Ну, иначе нам нужно было бы везде ниже там проверять, что объект создался. Как поступают в данном случае? Значит, ну, пишут что? Пишут какой-нибудь метод у этого файла. Класс файл. Create файл. Ну, там, файл name. А в чем особенность работы этого? И вот он что делает? Здесь у нас есть какой-нибудь приватный конструктор. То есть, зачем его объявляют приватным? Чтобы никто его явно не вызвал, потому что гарантии открыть файл нет. Вы прячете конструктор файл под приватный модификатор. Здесь вызываете Ну, дальше какой-нибудь iff не null а return f, да? Ну, else return null Дальше вам, конечно, придется проверять везде вот этот объект какой-нибудь f там файл f на то, что он не null Ну, по крайней мере, вы логику создания файла, которая может завершиться с неуспехом завернули в метод, который этот файл создает и проверяет удалось ли, создает объект файл и проверяет, удалось ли вам, собственно, открыть-то файл. Вот. А в чем особенность работы этого метода? На каком этапе он работает? Да. Он работает на этапе, когда объекта еще не существует. Поэтому нужно его объявить как статик. Вот статик методы не принимают указатель на ZYS, потому что указатель на ZYS еще нет. Вот. Как бы. Так, хорошо. Об этом поговорили. Теперь. Что обычно используются в такие статические конструкторы объекта, получается? Если гарантии нет, то зачастую используется статический метод для создания объекта. Но, опять же, здесь ситуация такая, что разработчики языка до сих пор не решили вот эту проблему, что делать, когда у нас нет гарантии создания объекта. Ну, скорее по фундаментальным причинам, потому что язык это не вещь в себе, а некоторая штука, которая вам описывает в общем-то программу, которая живет в некоторой среде. Вот. Но это, опять же, один из способов решения этой задачи. Самый простой, но не самый изящный. Ну, железобетонно работающий, по крайней мере, в том случае, если у вас не получится создать объект, вы просто вернете NAL-указатель и будете дальше там проверять, что не NAL. Вот. То есть разработчики языка эту проблему не решили. В том смысле, что вы хотите получить указатель на объект? Да, и в принципе, можно получить указатель. Указатель, да, можете получить. Но... А вот у нас есть, но это не надо. Почему? Почему? Если мы снятие создадим, то вы больше в конце эти вызовы и как-то снятие... Технически, технически, технически. Вы можете этот объект откопировать. Да. То есть есть файлик. То есть забегая вперед, вы можете сделать там std-copy или даже std-move, если правильно напишите вот эту штуку. Так что у вас просто либо объект двукратно как бы вот вам создадут копию объекта, по выходу из вот этого create файла одну копию уничтожь, то станция один, да? А можете прямо во время там create. Но это неэффективно. Именно поэтому и, собственно, расширили язык, добавив ему там то, что называется семантикой перемещения объектов, что прямо во время работы create файл вы можете объект, причем из одного скулпа, да, переместить в другой скулп. Но это перемещение, а не дублирование. Да, вот. То есть, соответственно, копирование и, соответственно, перемещение. Так тоже можно, хотя это, если честно, выглядит немного как извращение. Но так тоже можно делать. Поэтому как бы ответ вот на ваше замечание, ну, в принципе, если написать так, то да. А если, в общем, использовать там по полной возможности языка, то нет, не только. Вот. Ваш случай – это частный случай. Хорошо. Точнее, хорошо, ну, не хорошо, но как есть, вот-вот вышли из ситуации. Статические методы класса, соответственно, вот каким образом организованы. Дальше, да, всякие там полиморфизмы и так далее. Здесь важно понимать, что, точнее, давайте, где у меня тряпка, полиморфизмы и полиморфизмами, давайте для начала про всякого рода инкапсуляции. Смотрите. Идея в том, что вы, да, технически, есть у вас модификаторы private, public, protected, но, запятая. Например, вы можете инкапсуляцию легко нарушить. Есть, как бы, способ, причем, значит, на уровне языка такой легитимный, нарушение инкапсуляции. То есть вы что делаете? У вас есть класс А, есть класс Б. Вы хотите, чтобы приватные поля класса А были видны объектом класса Б. Ну, зачем это нужно? Ну, в принципе, уже ответил. То есть вы хотите как-то вот внутри класса Б переиспользовать внутренность класса А, там, к полям обращаться. Вот у вас этот класс, например, делает дамп объекта. Вот, ну, вот поставили задачу написать класс, который дампит содержимое объекта А, как-то красиво его выводит на экран. И вот у вас есть приватные поля. Инт А, например, приватное поле. Для того, чтобы внутри класса Б, ну, допустим, есть какой-то метод F, и вы могли в него передавать там, допустим, ссылку на какой-нибудь объект А, давайте так, это будет, давайте это будет называться, нет, давайте С будет называться. И вот, чтобы делать вот так вот, С, А, причем без проблем, несмотря на то, что у вас здесь private, вы пишете вот здесь в классе Б, у меня есть друг, точнее, о, господи, в классе Б, в классе А. Понятно, что это должно работать на расширение. Вы говорите friend, ключевое слово friend, класс Б, и разрешаете классу Б заглядывать внутрь класса А. То есть никаких проблем с нарушением инкапсуляции у вас нет. Вы специально объявили класс Б как друг класса А. Ну, понятно, что отношение дружбы здесь не является транзитивным, то есть для друзей класса А, это не класс С, класс А является закрытым. Но вот Б вы внутрь класса А опустили. Вот вы легитимным уровнем на уровне языка нарушили инкапсуляцию специально. Зачем? Другой вопрос. Мало того, бытует мнение, что если вы там пишете много этих френдов, значит, вы неправильно задизайнили иерархию классов. Вам нужно что-то с ней сделать, как-то отрефакторить ее, как-то поменять. Может, добавить новые классы какие-то, может быть, включить один в другой. Но вот способ нарушить инкапсуляцию присутствует. Второй, менее легитимный способ нарушить инкапсуляцию – это просто изнутри класса А взять, дернуть какой-то метод и в нем вернуть указатель на вот это поле. Вот почему? Потому что вот у вас есть ЗИС, а где-то здесь лежит А. Ну, как бы все. Вот. То есть инкапсуляция живет преимущественно в голове разработчика. Да, как бы она поддержана синтаксически. Но надо понимать, что это больше такие игры разума. Следующий момент, следующий момент, который мы с вами частично обсудили, а частично нет, потому что мы не обсуждали некоторые проблемы, которые могут возникать. Это проблемы, которые возникают при… А, как вообще подойти к наследованию, да? Ну, мы уже говорили неоднократно, собственно, что такое наследование, есть какой-то базовый класс, да? Вот, значит, например, называется А. Есть какой-то дочерний класс. Он в себя включает все, что включает класс А, и еще, возможно, что-нибудь. Есть еще один дочерний класс С. То есть диаграмма выглядит вот так. Ну и замечательно. Вы фактически сделали себе составной объект. При этом вот этот ЗИС годится и для объекта А, точнее, И для… Вот у вас есть некоторый объект С, С, я его назову малое. И в принципе, в принципе, вы, если у вас такое наследование, без проблем можете интерпретировать С как объект Б и С как объект А. Почему? Ну, как бы да, это вот высокоуровневый подход, как на прошлой лекции, а не низкоуровневый какой. Да, но тут на самом деле даже проще. То есть вызов конкретного метода, если это не виртуальный метод, до виртуальных мы сейчас доберемся, еще не добрались. Обычный метод есть, есть метод F. В него передается ЗИС. ЗИС в случае объекта А где? Вот здесь. В случае объекта Б, так как в него включено все из А, тоже здесь. С тоже здесь. Понимаете? Просто. А где начинает быть сложно? Вопрос. Вот там вот нарисовано два типа диаграмм. Значит, вот давайте посмотрим верхний ряд в центре. Множественное наследование. И вот такое вот ромбовидное снизу справа. Hybrid inheritance написано. Вот два самых неприятных случая наследования. Давайте начнем с множественного. Ну, где у нас множественное наследование используется? Да много где, это очень удобно. Ну, например, на прошлой паре мы с вами писали класс огнестрельное оружие, у которого был, которое наследовало все от оружия. И еще было такое понятие магазин с патронами, которое тоже что-то добавляло в наш класс наследник. Ну, количество патронов в магазине. То есть, картинка была следующая. Вот такая вот. Значит, это был какой-нибудь автомат Калашникова. Это было то, что он, это оружие. А вот это был магазин для автомата. Удобно, удобно, замечательно. То есть, оружие и магазин, я не знаю почему, наверняка так решили разработчики, не являются классами-родственниками. Но при этом, ну вот, точнее, ни один из них не является наследником другого класса. Вот, между вот этими двумя. Но при этом АК наследует свойства и оружия, и магазина. Да? В чем сложность? Давайте представим, как это лежит в памяти. Вот есть у нас большой такой объект АК. Создали мы объект АК. Вот это все АК. АК, и вот где-то коды новые данные, которые есть только в АК. А здесь что? Вопрос, как? Как вот эти штуки располагаются в памяти? Ну, наверняка, наверняка. Допустим, компилятор включил, там, вот эту штуку раньше, чем магазин, наверное. То есть, вот, раз, два, три, вот, в таком порядке. Тогда эта штука будет лежать вот так вот. Вот, все, что относится к оружию, дальше, вот, и это важно. Вот это все, что относится к оружию. Я вот так вот напишу. Вот это все, что относится к магазину. А вот это все, что относится к АК. Мы получили разные зысы. Если хотим смотреть на АК, как только на магазин. То же самое, то же самое. Сложность возникает, когда мы смотрим на оружие, идем в АК, но ничего не знаем о том, что он еще и магазин. То есть, в отличие от вот такого случая, расчет указателя ЗИС, здесь он просто указывал вот на начало объекта, и все было хорошо. Становится, ну уж совсем нетривиальной задачей. Не то чтобы совсем, но нетривиальной. То есть, возникает вопрос в пересчете вот этого указателя. Значит, даже если у нас нет виртуальных методов, это все равно необходимость выполнения некоторой операции в рантайме. То есть, уже статически вы не можете понять, где у вас торчит указатель. Здесь и здесь. Вам нужно его пересчитать. Вот. Хорошо. Ситуация еще усложняется, когда у нас появляется ромбовидное наследование. И как мы говорили... Да. Ну, а вот в таком случае, например. Да. Идея-то не в том, чтобы на частные случаи распадаться, а рассмотреть вообще любые иерархии, которые могут быть. То есть, как бы... А в этом случае вот в чем проблема. Смотрите. Проблема одна глобальная. Все хотят, чтобы... Все хотят на чем-то сэкономить. Да? В особенности отходим от... Сейчас. Давайте еще немножко про... Немножко про другое. Помните порядок вызова конструкторов при создании объекта составного и порядок вызова деструкторов. Да? А вот есть у нас объект такой составной с А, Б, С. и пусть у нас... Вот эта штука, это абстрактный класс. Например. Да? То есть, здесь у нас... Ну, ладно. Давайте вот... Давайте... Есть виртуальная функция. Функция F. И здесь вот, собственно, виртуальная функция F. И вот получается здесь тоже виртуальная функция F. Хорошо. Что это значит? Это значит, что в начале объекта будет Vptr, который будет перетыкиваться в зависимости от того, объектом какого класса мы считаем полученный объект. Вот. То есть, создали А. Vptr указывает на таблицу виртуальной функции для А. Потом создают для Б, потом для С. Вот. В обратном случае деструктор С, деструктор Б, деструктор А. Но в чем проблема? Смотрите. Проблема в том, что вот этот Vptr перебрасывается только в случае создания объекта. А в случае разрушения объекта не перебрасывается. Обратное разумевание как бы к объекту вышележащего класса не происходит. То есть, когда вы вызываете деструктор С, у вас он отработал, да, там уже вот в полях, методах, которые соответствуют внутренностям части класса как бы С, которая уникальная, да, в iB, там, например, не содержится, уже какой-то мусор лежит. А Vptr продолжает указывать на ну, virtual function table от С. То есть, в рамках уничтожения объекта С никто не перебрасывает указатель в Vptr на С. Почему? Почему? Потому что это дополнительное приседание. Считается, что никто уже не будет использовать внутренности класса С, в том числе и дергать виртуальные функции, которые лежат в ну, как бы дергать виртуальные функции из контекста С, когда мы уничтожаем объект С. Вот. Иными словами, вот такие вызовы при уничтожении объекта С уже запрещены. Считается, что вы его не дернете, пока не в общем если вы объект С уничтожили, то все, его уже нет. Вот. Если вы что-то попробуете дернуть по этому указателю, например, во время уничтожения объекта С, вы можете получить какую-то фигню. Такое неконсистентное состояние. все сэкономили просто, чтобы это работало немного быстрее и можно было писать немного меньше кода. Да, 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 да. При вызове деструктора вот этого нельзя. Что? Ну, это неопределенное поведение. Я, честно говоря, не проверял, можно проверить. Скорее всего, это зависит от компилятора, коль это УБ. Ну, в зависимости от компилятора, в зависимости от программы, в зависимости от внешних условий у вас может все сработать, а может потолок перекраситься в фиолетовый цвет, потому что УБ. Вот. Ну, так, возвращаемся к вот этой истории, да? Угу. Рисую диаграмму. Значит, вот у вас есть какой-нибудь Б от слова Бэйс. Б. 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 Так. И АК. ЗИС. В этом случае в принципе все начинается с Б. и Б базовый класс. Но возникает вопрос следующий. А как мне, ну, допустим, стою я в Б, как мне кастануться к оружию, как мне кастануться чисто к магазину без оружия, да? То есть, вот здесь вот ничего нет. Вот, дырка, дырка, вот, вот, как бы, магазин это вот кусок и вот кусок. Два куска, да? Ну, как останется к АК, тоже на самом деле стоит вопрос. Как бы вы решали эту задачу? Еще раз. Сейчас не расслышал. Ну, будем считать, что да. Будем считать, что да. Есть у нас, допустим, какая-нибудь функция, просто функция. Не виртуальная, давайте. Вот разные функции. И вот здесь. Ну, и вот в каждую нужно передать здесь. Как пересчитывать указатель? Можно поставить смещение каждого класса. А. А. А как сделать, если у меня функция виртуальная? То есть, вот это вот суть, допустим, вот здесь вот. Это интерфейс, да. То есть, у меня здесь виртуальная функция F, ну, которая может быть, например, вообще неопределена, да. А вот это суть все вот ее реализации. Как как в таком случае быть? Вопрос. Вот. Еще раз. так. Так. Да. Да. Сейчас. Еще раз. вот мы. Так. так. Да. Куда вы стоите? А, как вы видите, вы проявляете своего оборудования? Вообще-то, вот сюда. Но здесь проблема в том, что, видите, вот он, вот, вот и вот, здесь дырка. то есть вам, прыгая отсюда-сюда, нужно какие-то пересчеты делать. Это компилятор делает сейчас? Да, но вот той информации, которая у нас содержится здесь сейчас, для этого недостаточно. У компилятора есть дополнительная информация, о которой сейчас поговорим, которую он тянет за собой. То есть, главное, чтобы мы осознали проблему. Нам придется делать пересчеты. Вот, если мы захотим симулировать, например, вот, ромбовидные наследования в СИ, нам придется руками пересчитывать то, в каких вот диапазонах памяти лежат куски составного объекта, чтобы кастовать его, как бы, ну, в данном случае мы что сделали? Это, в принципе, все равно, что мы его кастуем, как бы, от Б к магазину вниз по иерархии, что мы, допустим, решили от АК кастанутся просто к магазину, потому что у нас есть Б, и мало того, Ф у нас реализует виртуальную функцию, которая вот у нас отнаследована из Ф, да, О и из Б, да, то есть, в принципе, в этом смысле, что каст вверх, что каст вниз, при условии, что у нас есть виртуальные функции, все равно приводит к тому, что нам придется вот по кускам составного объекта бегать. Поняли, да, в чем проблема? Значит, решение, и вы наверняка это уже знаете, я думаю, большинство, кто не знает, в принципе, я думаю, что услышите, попробуйте на практике, это разные операторы каста в языке C++, да, к слову, зачем вот эти все динамик касты, реинтерпрет, ну, реинтерпрет в меньшей смысле, сейв касты, ну, и как бы статик каст были введены. Значит, статик каст хорошо ходит, говорят, перед так называемыми совместимыми классами, то есть, между теми классами, которые компилятор может без дополнительных проверок статически, значит, определить на совместимость то, что один может быть переведен в другой. Ну, вот, например, без виртуальных функций, да, просто вот на вот такой вот иерархии у вас статик каст будет работать хорошо, почему? Потому что А, Б, С, вот, ЗИС, он как бы не меняется, а объект просто в зависимости там от класса вот просто расширяет поля и методы. Вот, статик каст, значит. Дейнэмик каст хорошо ходит по иерархии за счет чего. Вот, есть дейнэмик каст, да? Да, и вот сюда можно передавать объект. Вот сюда можно передавать, ой, точнее класс, прям вот класс, как класс. То есть в дейнэмик каст, в отличие от статик каста, можно передавать только что? Указатель, либо ссылку. Ссылку. Да, кстати, мы не поговорили о том, как реализовать ссылки. Как бы вы реализовывали ссылки? Вот смотрите, есть, или может сходу скажете? А почему константный, кстати? Ну, давайте эльвэлью, давайте эльвэлью ссылки. В эльвэлью сейчас лезть не хочется. Мы там на семинарах чуть-чуть полезли, конечно, но, ну, да, ну, вот я имею в виду первая группа. Чуть-чуть-чуть-чуть полезли, продолжим дальше. Давайте эльвэлью ссылки обычные, которые единичные амперсанты, и, собственно, им соответствует идентификатор в памяти. Не в памяти, а символ. Да, да. То есть, да, фактически то, что вы передаете сюда ссылку на объект, означает, что ваш компилятор должен создать новый объект указатель, и вот этот указатель будет указывать на этот самый объект. Вот, что значит ссылочный тип. Хорошо. Именно поэтому, когда вы каким-то образом, собственно, выходите из скопа и возвращаете что-нибудь по ссылке, ну, например, функцию завершили и вернули ссылку, то у вас там может лежать мусор. Почему? Потому что это просто указатель. Теперь у вас как бы стек подтерся и все, что вы имеете указатель на какой-то мусор. Потому что под этим все равно лежат указатели, вы никуда не уйдете. Понятие указателя в вычислительных системах фундаментально, потому что вы просто у вас есть фактически такая можно сказать рам машина на дрожжах, у которой есть понятие адреса, куда вы ходите, память, есть понятие регистров, есть понятие набора вычислительных инструкций, которые вы реализуете, используя вот эти регистры, используя адреса. Все. То есть вот как мы говорили с вами про вот вывод, помните, в конце прошлого семестра. Вот вы работаете на самом деле в этой абстракции, а всякие вот эти там принципы высокие, красивые, сложные, это все навороты над ним. Вот, поэтому вот так вот мыслить иногда очень полезно. Я вот к чему вот это все затеял, чтобы мы как бы научились мыслить именно вот в терминах машины. Хорошо. То есть ссылка это просто вот такой указатель, который сокрыт от пользователей там средствами языка самореализуется. Предложили константы. Зачем константы? чтобы не увеличивать значение указателя, чтобы не сужать, чтобы не сужать, как бы область допустимых передаваемых типов. Вот. Хорошо. Это к чему? А, это к тому, что Dynamic Cast работает только с указателями, только с ссылками. Почему? А потому, что Dynamic Cast это по существу оператор такой хитрый, который пересчитывает ZIS. Причем делает это в рантайме динамически. В отличие от статик каста, который просто проверяет по некоторой таблице ряд условий, потом принимает решение, совместимы два типа или несовместимы. Если несовместимы, у вас ничего не получится, если совместимы, у вас произойдет перевод. Dynamic Cast может на основании проверки в рантайме сказать, можно ли у вас кастовать один объект к другому, и если можно, он действительно приведет. То есть вы в принципе говорите, что у вас есть объект АК, а дальше говорите Dynamic Cast каст. Так, вот здесь видно или? Ну ладно, в общем, я проговорю. Dynamic Cast к магазину. Магазины. Причем, давайте так, дайте, будет поинтер, и значит здесь вы берете адрес АК. В данном случае этот Dynamic Cast обязан, ну, он обречен завершиться успехом, почему? Потому что эти классы являются родственными классами относительно вот этой вот тромбовидной иерархии. То есть АК и магазин находятся в родстве. Чувствуете, что нам чего-то тут стало не хватать? Как мы это определили, да? Сейчас, я не совсем хорошо слышу, извините. Как реализованы единые фотоаппараты? Вот, вот, вот это ключевой вопрос. То есть на этом месте возникает вопрос, а откуда брать данные о том, что у вас классы можно динамически кастовать. Ну, как? Он, собственно, берет поинтер или ссылку, сверяется с некоторой информацией о том, в каком у нас соотношении являются типы. Если он приходит к выводу, что можно собственно привести один тип к другому, он возвращает успех. Откуда он берет эту информацию? Вопрос очень интересный, и вот тут на слайде есть такая аббревиатура, как RTTI. Расшифровка этой аббревиатуры Runtime Type Information. Что же это такое за RTTI? Это специальная таблица, которая создается компилятором для того, чтобы содержать информацию о типах объектов во время исполнения. Что в эту таблицу внесено? Она там лежит рядом для каждого класса, где-то рядом с его VFT, где-то рядом с таблицей виртуальных функций. Возможно, это даже какая-то общая структура. Я, честно говоря, в внутреннем устройстве не очень хорошо этого всего разбираюсь. Фактически, он что хранит? Во-первых, он хранит описание. Тут, допустим, имя класса, а вот здесь Type ID. Помните, мы звали функцию Type ID на прошлом занятии, когда говорили про пример с оружием, и там были цифры 3, 9, это как раз таки некоторая нумерация в рамках иерархии классов, которая присутствует в программе, которые нам собственно были просчитаны компилятором и записаны в эту табличку. То есть, здесь какой-нибудь класс А, здесь какой-нибудь класс Б и так далее. Далее. Но этого мало. Фактически в RTTI входит множество отношений на вот этих вот как бы номерах. То есть, находятся там ли 1 и 2 в родстве или нет. И возможно еще какие-то атрибуты. Я, честно говоря, во внутреннее устройство RTTI не заглядывал, но в принципе вот этой, ну, так уж подробно, если говорить, но этой информации достаточно для того, чтобы определить, лежат ли два класса о родственниках. Причем здесь родственники в каком смысле? Вот я не помню, по-моему, вы подходили в конце, ну, ладно, человек пишет, вот. Да, вы, по-моему, подходили в конце пары прошлой, спрашивали, зачем нужен Dynamic Cast. Вот. И сказали, что вы по-моему, говорили о том, что что-то нужно для того, чтобы ходить по иерархии наследования вверх и вниз. Да? Вот. Ну, в этом смысле как бы более общо. Почему? Потому что, ну, давайте RTTI сетрум. Все же поняли, что это такое. То есть, дополнительная информация, которая тащится в runtime, для того, чтобы по ней определять, являются классы родственниками, возможно ли между ними динамическое приведение. Вот. Значит, Dynamic Cast технически может два класса, вот этот и вот этот, которые давайте так. Нет, они в родстве стоят. Технически они как бы они наследуются от одного базового класса, да? Но ни один не является наследником другого. Значит, Dynamic Cast позволяет перевести вот этот объект, вот этот, объект вот этого, ну, объект из вот этого класса вот этот класс и наоборот. То есть, он позволяет вот такие горизонтальные приведения осуществлять. за счет чего? За счет того, что в RTTI у нас есть информация о том, что где-то, ну, вот тут пусть, например, этот называется 3, а этот называется 5. И вот 3 и 5 у нас где-то включены в какую-то иерархию наследования, вне зависимости от того, что ни один из них не является наследником другого. То есть, вот позволяет вам вот так вот ходить по иерархии без проблем. Вот, если вот эти два класса включены в какую-то общеглобальную иерархию, да? Вот, ну и а что мы имеем там в результате? Мы имеем накладные расходы для того, чтобы сходить в RTTI, чтобы принять решение, чтобы привести вот этот вот поинтер плюс ко всему еще учесть вот эту как бы разбивку, то, что мы ходим сюда-сюда, это все накладные расходы, да? А после этого, ну, например, зачем мы делаем динамик каст? Ну, может для того, чтобы повызывать каких-то виртуальных функций так, как мы хотим его вызывать из магазина. Это приводит к чему? Это приводит к тому, что вы имеете накладные расходы на приведение типа, а потом еще начинаете вызывать виртуальные функции. функции. А, кстати, относительно виртуальных функций. Пусть у нас есть некоторый объект, и в объекте есть возможность вызывать f, которая обычная функция, и g, которая виртуальная. Пусть у каждой из функций нет аргументов, и пусть у нас компилятор не делает никаких оптимизаций. вот обычная функция f и виртуальная g. Оцените, пожалуйста, относительно друг друга накладные расходы на вызов каждой из функций. Будем считать, что мы не считаем время, когда мы исполнялись в теле функции, а вот время, когда мы именно нашли эту функцию внутри класса, обратились к ней, то есть там фрейм создали, фрейм уничтожили, вот это все одно и то же. А как мы доходим до функции? Оцените, пожалуйста, стоимость. В числе F, надо разменовать ничь. Да, совершенно верно. Потому что в случае моего обжа, если я зову F, то у меня получается вот так вот, да? Если я зову обж, ну, вот это конечно делает, то я беру VPTR, V FT и уже из VFT, ну пусть у меня это тоже какой-то поинтер, зову F, вот, дополнительно, ой, дополнительно вот, VPTR, VFT, шикарно, точнее, не шикарно, а грустно, потому что вот такая вот гибкость и обеспечение полиморфизма приводит нас к дополнительным накладным расходам. Ну, вы к поинтеру идете, да? А здесь ZYS, OBJ, а здесь ZYS, давайте так, считать, давайте считать вот так, ZYS, ZYS, подождите, ZYS F, это просто функция, не виртуальная. Виртуальная функция ZYS, вот это вот спрятано от ваших глаз, V, P, TR, получили поинтер, да? Вот, то есть мы фактически по этому поинтеру, это просто поинтер, да? То есть еще один, правильно? И все, не два. Да, на VFT, и тут все, да? Да, 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 вот так. Да. Потому что ты не обращаешься к ZYS, статически включаешь адрес, разминовываешь его, включаешь адрес функции, адрес, 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 адрес. Вот. Именованный кусок кода. Кусок кода это что такое? Это память, которая начинается с некоторого адреса. Как бы вы положили в случае ZYS функцию внутри структуры? Как указатель? Какой-нибудь там void, там что-нибудь, как там F-звездочка, да? и какие-то аргументы. Тоже указатель. И вот тоже надо F-звездочка кодзвездочка просто являет как компетент возможности. F-звездочка нет. F-звездочка у вас такой возможности нет. В плюсах? Вопрос интересный, как это реализовано под капотом. Я, если честно, не проверял. Вот F-звездочка нет. Давайте. Хорошо. В плюсах я не знаю возможность положить функцию внутри структуры только через указатель. такое. Я, по крайней мере, по-другому не делал. Ну можно. Можно, но это, понимаете, это игры на компиляторе, которые ко всему прочему у вас, как только вы понимаете, понимаете, в чем проблема? «инлайн» он по своей природе штука такая эвристичная. То есть вы можете там написать какой-нибудь атрибют «always inline» в компиляторе. Это уже говорит о том, что вы фактически опираетесь на какие-то компиляторные интенсики, а не на то, что у вас определено в языке. А в то же время поинтер у вас железобетонно определен в языке и вне зависимости от компилятора реализован одинаково. Вот. Так что я другого способа, честно говоря, для «Си» не знаю. У нас же как бы такой мысленный эксперимент, что мы «Си плюс плюс» на «Си» реализовываем. Ну, какие-то такие общие вещи, которые там лежат под языком. Так, хорошо, с этим разобрались. А что же у нас есть еще замечательного эксепшена, о которых мы дальше поговорим, да? Ну, давайте сейчас считать, что их нет. Вот шаблоны. Что такое шаблоны концептуально? У меня есть слайдик по шаблонам? У нас есть шаблоны функций, да, и шаблоны классов. Смотрите. Как вообще догадались до этих самых шаблонов и до да, кстати, вот эти вот проблемы со всякими статик кастами, динамик кастами, я еще, кстати, не закончил, есть реинтерпрет каст. Давайте так. Да, еще есть сейв каст, который суть переосмысленный динамик каст, да, в случае неудачи, в случае неудачи, вы извините, что я бегаю, я просто забыл рассказать про касты. И в случае неудачи, то есть в случае если удача, то ок, если неудача, то динамик каст в случае поинтера вам на ПТР возвращает, а в случае если, это если звездочка, а если амперсант, то он вернет такой интересный агрегат, как стд бэд аллог, не, бэд каст, бэд каст, извините, вот, а есть еще сейв каст, в случае неудачи вам в любом случае будет там кидать эксепшн, вы этот эксепшн где-то будете ловить, можете как-то его обработать, вот, а есть еще и интерпрет каст, это каст, который позволяет вам приводить типы между совсем неродственными объектами, то есть вот эти объекты, они как бы неродственны только между собой, да, вот, которые на динамик касте удается приводить, но включены в какую-то общую иерархию, поэтому это в каком-то глобальном родстве состоят между каким-то базовым классом и какой-то класс наследник еще снизу. А интерпрет каст чисто технически может вам позволить ну, например, совсем два неродственных объекта закастовать, либо, либо, если у нас есть, ну, давайте вот такое вот наследование, то есть вот тут у нас вроде как вы не можете вот А, Б, С, Д, вы не можете закастовать Б и С с помощью даймик каста. Почему? Потому что технически в РТТА указано, что А, Д и С являются родственниками, и А и Б являются родственниками. То есть вот две таких пары отношений хранятся, и эти отношения, они в принципе ну, так как вот это два разных там, две разных иерархии, да, то есть считается, что Б и С это не родственники. Вот. А Реинтерпрет вам позволит это сделать. То есть в случае Реинтерпрета Реинтерпрет это ОК, а в случае даймамика это не ОК. Вот. Но Реинтерпрет, он к сожалению приводит нас к куче проблем. И самая главная проблема это так называемый нарушение, так называемое нарушение strict aliasing, то есть вы можете проверять то, что у вас был какой-то поинтер, да, ПТР, я напишу type 1, и вы на тот же объект создаете pointer pointer type 2. И вот собственно, а, и вот там допустим V1, а тут это V2. И вот что такое strict aliasing? Компилятор вам может проверять, что V1 и V2, то есть что такое aliasing? это псевдоним, то есть все псевдонимы вот этого объекта, либо указатели на этот объект имеют в случае strict aliasing один и тот же тип. Вот. И использование interpret предкаста это правило может нарушать. А в результате, если вы добавите специальный чекер V1 strict aliasing, ваш компилятор, то у вас, причем во время исполнения, потому что aliasing можно проверить, к сожалению, к сожалению, только во время исполнения. Это в особенности, почему там вот статический анализатор 100% там ну очень-очень-очень-очень большого количества проблем с aliasing ловить не будет, потому что многое из того, как бы, что ему должно быть известно, начинает быть известно только, когда программа исполняется в рантайме. Вот. То есть, грубо говоря, динамический чекер, который позволяет вам проверить нарушение strict aliasing. Так вот, если вы будете бездумно использовать interpret каст везде, где только захотите соединить два неродственных класса, даже если с точки зрения вот вашей задумки у вас это закончится успехом и успешно скомпилируется, то у вас, возможно, не пройдет тест на strict aliasing. Ну, то есть, тем не менее, reinterpret каст может быть использован в ряде случаев приведения указателей на неродственные типы. вот, ну, в особенности, в, если открыть стандарт, к примеру, там очень-очень-очень много примеров, где технически он может быть заиспользован, и есть вот именно там, типа, то ли 9, то ли 10 примеров, точнее, категорий операций, где он может быть использован. И вот в двух из них написано, что strict aliasing не нарушится, то есть, можно его смело использовать, там еще вот эти две категории распадаются на кучу подкатегорий, где вот описано, где его можно использовать. Вот, ну, то есть, с вот этими товарищами надо быть аккуратным, ну, ну, в общем, они, тем не менее, позволяют решать задачи, которые до придумывания OOP на C++ не существовало. Замечательно. Ну, решать проблемы, которых до придумывания OOP на C++ не существовало. Хорошо, переходим к шаблонам. Что такое шаблоны и как до них додумались? Ну, положим, у нас есть некоторые объекты, которые реализуют соответствующие, как это, например, структуры данных. Очень часто шаблоны используются для того, чтобы поддержать там множество типов для разных структур данных. Ну, какие структуры данных сразу приходят в голову простейшие? Ну, там, дерево, список, да? Давайте классический двусвязный список. Что у него должно быть? У него должен быть указатель NEXT, указатель PREV и какой-то что, в общем, какое-то хранилище данных. Иначе зачем мы его создаем? Правильно? И вот в принципе, в принципе, у нас у любого списка есть NEXT, есть PREV, что за данные, нам не важно. Но, с другой стороны, в зависимости от того, какие данные, тоже могут быть нюансы. Ну, например, в случае INTA, там, вы, допустим, здесь вы по адресам сдвигаетесь, у вас есть INT, есть LONG DOUBLE. Вот, в зависимости от INTA, вы там сдвигаетесь на следующий элемент там настолько-то, при LONG DOUBLE настолько-то, при каком-то настолько-то, вы хотите, собственно, не переписывать вот этот код самого листа, да, а на основании того, каким типом вы параметризуете лист, создавать себе класс. Создавать себе объект, как бы не переписывая класс для него заново. Да? Поняли? Вот. В результате вот эта идея приводит к тому, что фактически в C++ на уровне языка реализован припроцессор с проверкой типов. То есть, вы ему фактически определение вот такого параметризованного класса или параметризованной функции, а он вам на каждое инстанцирование этого класса либо функции по сгенерированному коду класса либо функции. Ну, если у вас есть какой-то лист, да, вы создаете себе лист int, у вас сгенерируется класс для, точнее, объект, объект лист int по классу, который будет включен в вашу программу, просто потому, что вы инстанцировали себе соответствующий темплейт. И для флота будет добавлен новый, совершенно новый код, плюс-минус такой же, но для флотов, потому, что эта штука работает фактически как при процессор, но внутри проверяет тип. Вот. К чему это приводит? К тому, что у вас очень много кода будет компилятором автоматически продублировано дважды. Вот. Ну и в результате использование шаблонов приводит к тому, что у вас бинар может очень сильно разрастаться. Просто потому, что вы много вот таких вот разных шаблонов от разных типов насоздаете. Вот. Ну как вот слева нарисована от int одна функция, да, от w совсем другая функция, это отдельные функции. Ну и давайте уже тогда в следующий раз договорим про шаблоны, потом вернемся к солиду, но уже с немного большим пониманием, что под этим всем лежит. Хорошо? Продолжение следует...